В этом году Нижегородскому мукомольному заводу исполняется 139 лет. Дата внушительная, но на предприятии никакого праздничного настроения. Люди уже готовы к получению уведомлений о сокращении и выстраиванию рядами у биржи труда. Я учился по специальности на лодчик мукомольного оборудования, но работу по этой специальности я опять-таки найду с трудом, поскольку у нас, ну даже по области, очень мало мукомольных заводов. Я давно сюда рвался, честно говоря, начал работать. Прошло немного времени, и завод скоропостижно закрывает. Мне бы этого очень не хотелось. Наши дети хотят есть. Я надеюсь, что наше правительство, настоящее и, скорее всего, будущий президент, отстоят нас. В 2012 году предприятие переживало не лучшие времена за символическую цену. 2,5% от кадастровой стоимости земли под заводом купила московская компания ООО «Спектр». Любопытно, но учредитель «Спектра» – кипрский офшор, принадлежащий чешскому миллиардеру. Но суть не в этом. Сейчас то ли москвичи, то ли чехи намерены изменить условия аренды. Понимая то, что здесь все-таки производство и живые люди, напрямую отказывать они не пытаются. Но для того, чтобы это было невозможно, продление договора, они оставляют нереальные условия. Например, 3 миллиона арендной платы в месяц. А это больше, чем мы иногда в месяц зарабатываем. Мукамолы писали во все инстанции, но безрезультатно. Тем не менее, руководство завода не теряет надежду. Они намерены доказать, что изначально сделка по продаже земли частной компании была незаконной. Конечный ответ от прокуратуры мы получили в ноябре о том, что да, действительно, в сделке по продаже земли есть нарушение законодательства. Здесь находится бомбоубежище второй категории, которое должно принадлежать Российской Федерации и принадлежит Российской Федерации. Тем не менее, земля продана вместе с находящимся под ним таким стратегическим объектом. Помимо бомбоубежища здесь можно увидеть огромные элеваторы для хранения запасов муки и зерна на случай военных действий, а также объект культурного наследия – Башкировскую мельницу. Но, пожалуй, самое главное – успешное производство. Нижегородская мука продается во многих регионах России, поставляется в школы, детские сады, больницы. А в ближайшее время завод собирается начать экспорт своей продукции в Китай. Но, судя по всему, это лишь останется в планах. По слухам, вместо крупного предприятия здесь будет расположен элитный яхт-клуб. Я считаю, что это потеря для Нижегородской области. Больше всего лично мне жалко народ, сотрудников предприятия. Потому что многие отработали здесь не просто 5-10 лет, многие отработали здесь десятилетиями. Здесь работают целые династии. Из поколения в поколение на этом заводе работали. И сейчас люди остаются без работы. Мы связались с генеральным директором компании «Спектр», чтобы получить комментарии по сложившейся ситуации. Мы работаем в правовом поле, в соответствии с доказательством Российской Федерации. Уважаемые междугородцы, люди междугородцев. И ничего против междугородцев мы делать не собираемся. А то, что там агендаторы первой мельницы клевещут на нас, это не правда. Между прочим, владелец земли в телефонном разговоре опроверг информацию о появлении вместо завода яхт-клуба. Он сказал, что там будет офисный центр. Но суть вопроса это не меняет. Срок аренды истекает 31 марта. Это значит, что именно к этому сроку предприятие должно полностью завершить свою работу. Процесс ликвидации уже запущен. Буквально на днях с завода было уволено около 10% сотрудников. Юлия Калинина, Константин Кузнецов, Служба новостей, город.